МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите телеканал ОРТ. Это вечерний выпуск программы новости дня. Какими событиями наполнен этот день, расскажут наши корреспонденты и я, Максим Самойлов. Партнер программы ИП Городкова, сеть магазинов одежды из Европы, Second Hand, Mega Hand. В начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последняя ночь. Что стало причиной пожара, который унес жизни четверых человек? 70 уголовных дел. Почему коррупционных преступлений в регионе становится больше? 200 тысяч долларов. О чем оренбургская делегация договорилась с партнерами из Кыргызстана? Урал снимает ледяные оковы. Насколько экстренные службы готовы к вечернему половодию? Ритмы Дагестана. Как Оренбург встретил известный ансамбль Лизгинка? Спецоперация по спасению косули. Как животное оказалось в 120-метровом карьере? Начинаем выпуск с трагедии, которая потрясла всю область. В Медногорске во время пожара погибла семья. В момент трагедии в доме находились двое маленьких детей. Огонь бушевал с такой силой, что справиться с пожаром удалось только спустя 6 часов. Хронологию событий и мнения очевидцев готова рассказать моя коллега Ольга Энгельс. Собака, день, завтра. Фундамент и стены, все, что осталось от дома. Погибла вся семья, мама, папа и двое детей. Мальчику было три, девочке всего полтора года. О возгорании сообщили соседи. Они до сих пор не могут прийти в себя после случившегося. Я когда пошла, там уже все, там веранда уже. Как бы догорала, уже из-под крыши огонь чел. Я прибежала, сказала, чтобы вызвали пожарку, а сама тушить пошла. Я размотала шланги. Пять единиц техники, 18 человек личного состава. С огнем сражаются всю ночь. Ситуацию осложняет сама конструкция. Дом деревянный. Очаг возгорания внутри. Пламя быстро продвигается вперед и перекидывается на соседние постройки. Площадь пожара мгновенно увеличивается. К месту пожара было выслано два отделения 37-й пожарно-спасательной части. По прибытию к месту пожара было установлено, происходит горение открытым пламенем данного дома на площади 20 метров квадратных. Деревянная конструкция до сих пор дымится. Сейчас на месте трагедии дежурят пожарные. А следователи выясняют причины произошедшего. По словам соседей, семья была неблагополучная. Родители нередко возвращались домой в нетрезвом виде. Когда видела ее, то она больше ее пьяной видела. Его я не видела пьяным, но пили они вместе. На данный момент одна из основных версий неосторожное обращение с огнем при курении. По факту гибели семьи Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ольга Энгельс, Егор Федулов, Игорь Пустовой. Новости дня. Информация о еще одном погибшем во время пожара поступила сегодня из Кувандыка. Трагедия произошла утром. Спасателям удалось спасти из огня молодого человека 87-го года рождения. Еще один мужчина погиб. В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства гибели. Предварительно, как и в Медногорске, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. И к другим новостям. Почти 70 уголовных дел по коррупционным преступлениям. И это только за два месяца текущего года. Такие данные в правительстве области озвучили полицейские. Кроме того, они отметили, что увеличились и аппетиты должностных лиц. Стало больше преступлений в особо крупном размере. Заседание по противодействию коррупции в Оренбурже Денис Паслер в новой должности проводит впервые. В своем выступлении он делает акцент, что это опасное явление наносит вред экономике страны и региона, а также репутации органов власти. Поэтому и разговор получается серьезным. Особенно с теми, кто игнорирует указ губернатора. Ранее принятое решение ввести в штат специалистов по профилактике коррупционных преступлений выполнили только в 12 муниципалитетах Оренбуржья. В остальных лишь возложили обязанности на действующих работников отдела кадров или же штатных юристов. Денис Паслер отмечает, такое отношение недопустимо. Чтобы на следующем заседании вопрос был также затронут, чтобы до следующего было все создано. И, коллеги, прошу, кто еще это не сделал, обратите на это внимание. Уж поверьте, второй раз возможности у вас не выполнить не будет. Правоохранители отмечают, в данной сфере за последние два года наблюдается рост более чем на 14%. Не лучшая ситуация и в 2019-м. Уже выявлено 69 коррупционных преступлений. В два раза чаще лица при исполнении стали брать взятки. Причем в крупном и особо крупном размере. Полицейские констатируют, только в марте зафиксировано 8 фактов в даче и получении денежных подарков. Приведенные мною цифры свидетельствуют о недостаточности проводимой профилактической работы всеми заинтересованными органами и ведомственными и необходимостью активизации работы в предстоящем периоде. Антикоррупционный мониторинг в регионе будет продолжен, как и работа по профилактике подобного рода преступлений. Итоги подведут уже на следующем заседании. Делегация области работает в Киргизской республике. Возможные контракты с азиатскими партнерами специалисты оценивают в 200 тысяч долларов США. В рамках визита наша делегация посетила город Карабалта, Чуйской области. Там прошла встреча с руководством региона. С ними три года назад Оренбуржия подписала меморандум о сотрудничестве. Обсуждались перспективы взаимной торговли. Ее объем между Оренбуржием и Киргизской республикой по итогам прошлого года превысил 154 миллиона долларов США. В ходе встречи подписаны соглашения о намерениях на поставку оборудования для энергетического комплекса Чуйской области. Сумма контракта – 200 тысяч долларов США. Обсуждалась также возможность взаимного экспорта сельхозпродукции и продуктов питания. Киргизскую сторону интересует, конечно, поставки продукции своей под овощной продукцией в нашу область. Свежих овощей, очень много переработанных, консервированных и овощей, и очень хорошие здесь и фрукты, консервированные и варенья, и джемы. А нам, соответственно, интересно поставлять продукцию наших оренбуржских предприятий на территории Киргизии. Это как раз в рамках проекта «Экспорт продукции АПК». Интерес к продукции, особенно к зерновой продукции, к муке, подсолнечного масла у киргизской стороны огромный. Перейдем к самой актуальной теме этих дней. Теплая и ясная погода оренбуржцев радует, но добавляет тревоги экстренным службам региона. Реки Оренбургской области уже начинают освобождаться от льда. На территории Оренбургской области приведен в действие план по смягчению рисков в поводкоопасный период. По данным областного МЧС, за последние сутки существенных изменений в ледовой обстановке не произошло. Однако все спасательные службы региона приведены в готовность. По состоянию на 27 марта на малых реках области наблюдается ледостав. Между тем, лед на главной водной артерии реки Урал уже тронулся. На востоке региона Ворске, на территории Оренбурга и Элекского района река пока скована льдом. Важный день для тысячи солдат и офицеров. 27 марта профессиональный праздник отмечают сотрудники Росгвардии. Федеральная структура была сформирована три года назад по указу президента ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана, элитные подразделения, которые вошли в состав Росгвардии. Сегодня Владимир Путин отметил высочайший уровень подготовки и профессионализма тех, кто служит в рядах этой структуры. Их главная задача безопасности правопорядок ежедневно без выходных и праздников. Несмотря на то, что структура создана недавно, она доказала свою эффективность и значимость. Под контролем Росгвардии находятся 17 тысяч объектов. О подвигах росгвардейцев не всегда становится известно. Большая часть операций секретна. Десятки сообщений о минировании зданий, оборот наркотиков, особо тяжкие преступления. Все это отрабатывается при поддержке спецподразделений. Серьезные задачи ответственны, определены президентом Российской Федерации, такие как борьба с терроризмом, поддержание охраны общественного порядка на улицах наших городов и населенных пунктов, обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. К выполнению таких задач оренбургские росгвардейцы готовы. Сегодня это надежная опора государства. Значимость структуры подтверждают и в региональном правительстве. В адрес сотрудников были направлены приветственные и благодарственные письма. Тысячи предотвращенных преступлений, сотни задержаний нарушителей закона. На сегодня оренбургское подразделение Росгвардии в лидерах по Приволжскому федеральному округу. Прямо сейчас короткая реклама, после которой мы продолжим. И вот какие новости вас ждут во второй части программы. Ритмы Дагестана. Как Оренбург встретил известный ансамбль лезгинка. Спецоперация по спасению косули. Как животное оказалось в 120-метровом карьере. Это новости дня и мы продолжаем. Кредит под 1% годовых. Пониженную ставку предлагают оренбургским предпринимателям. Фонд развития промышленности Российской Федерации и гарантийный фонд Оренбургской области заключили соглашение о взаимодействии. В рамках программы промышленные предприятия получат возможность привлечь на реализацию проектов займы под 1, 3 и 5% годовых. Срок до 5 лет. Сумма от 20 до 100 миллионов рублей. Доля Федерального фонда развития промышленности в займе должна составлять не более 70%. При этом не менее 30% должно приходиться на гарантийный фонд Оренбургской области. Это позволит предпринимателям в короткий срок обновить оборудование для модернизации действующего производства или развития новых направлений. Ставки по кредиту падают, а курс валюты наоборот растет. Доллар набрал почти 40 копеек. На 28 марта он будет стоить 64 рубля 59 копеек. Евро тоже подорожал – 72 рубля 72 копейки. В Оренбурге проходит крупнейшая конференция по информационной безопасности. Наш регион стал 28-м по счету, где организовано данное мероприятие. Цикл региональных конференций организован компанией «Инфотекс» с ведущим российским разработчиком и производителем средств защиты информации. Мероприятие стартовало 4 года назад. Только в 2019-м эксперты планируют посетить 13 различных субъектов, как отмечают специалисты с развитием цифровой экономики. Вопросы информационной безопасности становятся все более актуальными. Оренбург поразил. Могу сразу сказать, вот мы только начали. У нас 315 регистраций на техническую конференцию, тяжелую техническую конференцию, 15 докладов, 315 человек. Готовы потратить рабочий день для того, чтобы послушать новости информационной безопасности. Это потрясающий результат. Ежегодно мероприятие объединяет более тысячи участников. Среди них – ведущие специалисты в области защиты информации и представители госструктуры бизнеса. На повестке дня – как защита в киберпространстве, так и подготовка кадров в этой сфере. На конференции также обсуждались проблемы реализации федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры России. Документ принят еще в прошлом году и предполагает усиление защиты информации для определенных сфер бизнеса или госструктур. У органов власти, у органов местного самоуправления, у промышленных предприятий, у организаций других форм собственности, которые подпадают под действие закона, возникает множество вопросов по реализации. В принципе, сегодня главная цель нашего сегодняшнего мероприятия – это как раз найти ответ на эти вопросы. Для многих остается непонятным процесс отнесения их ведомства или компании к объектам особой информационной защиты. Кроме обсуждения проблем сферы, были представлены флагманские решения для защиты каналов связи. Ну а сейчас к новостям культуры. Всемирно известный ансамбль «Лизгинка» выступил в Оренбурге. Порядка 60 лет он радует зрителей постановками о народах республики Дагестана. Каждое выступление – погружение в мир национальности. Оренбуржцы увидели лучшие номера золотого фонда ансамбля. О самых ярких танцах и особенностях творчества легендарного коллектива в материале Елены Ереминой. В исполнении ансамбля всемирно известная «Лизгинка». Танец орла и лебедя – символ чистой любви. Мужчины парят, как горные птицы. В каждом движении – сила характера. Особые краски образу придают костюмы. В их основе – национальные кафтаны – бешметы. На груди джигитов пеналы с порохом для зарядки оружия. Джигит – вначале он играет роль доброго, защищающего джигита. И все это перерастает. События рада, что горянка видела орла и доверяет. И в общем, у них все перерастает любовь. Посыл добрый, показать миролюбивость, порядочность. И как на самом деле Дагестан, что он собой представляет. Движения девушек в «Лизгинке» плавные, изящные. Они не поднимают глаза выше уровня груди и ниже талии. Взгляд передает очарование скромности. На артистках булушки – длинные национальные платья с широкими рукавами. Не представляется образ и без головного убора – чупец-чудха. Они и темпераментные, и таинственные, и скромные, и в то же время загадочные. А девушка, она голубя. Олицетворяет нежный, порхающий, летающий. Голубь мира. В Дагестане порядка ста национальностей. Около 30 из них коренные. Это аварцы, азербайджанцы, даргинцы и другие. Отсюда и такое разнообразие образов – горский, кумыкский, рутузский танцы. Артисты стараются рассказать об особенностях как можно больших народов. Дагестанцы – аварцы, кумыкский, даргинцы, лезгинцы. Есть русские, армяне, грузины, белорусы. Мы не успеваем в одной программе показать все танцы Дагестана. Мы этим богаты. Всего в ансамбле «Дагестана-Лезгинка» 90 артистов. В Оренбург приехала большая часть коллектива. Массовые постановки всегда вызывают особую реакцию зрителей. Праздник в Горном ауле, где мы работаем и с канатом, где мы даем очень большую композицию, работает вся масса коллективов. Это всемирно известный номер, который получил много гран-при. Это номер «Ритмы Кавказа». Каждый номер, он по-своему интересен. Где-то есть экспрессия, где-то есть лирика. Ансамблю «Лезгинка» более 60 лет. За это время поставлено больше 100 танцев разных народов не только Дагестана, но и всей многонациональной России. Разнообразие этнокультуры нашей страны благодаря «Лезгинке» теперь знакомо жителям 65 стран. А сразу после гастролей в Оренбурге артистов ждут концерты в Азербайджане и Турции. Елена Еремовна, Владислав Горбунов. Новости дня. Время нашей традиционной рубрики попали в сети. Героем нашего следующего материала стала косуля. Ее случайным образом спасли сотрудники горнодобывающего комбината в Ясном. Рабочие совместно с охотоведами вызвалили косулю из карьера глубиной 120 метров. Теперь за судьбой животного следит вся область. Животное сильно ослабло от голода и травм и не сразу позволило к себе подойти. Первой помощи обессиленной косули была оказана в местном управлении ветеринарии. Ветврачи из Ясного провели поддерживающую терапию и поставили животное на ноги. Сейчас самец косули живет у фермера, но регулярно посещает клинику до полного выздоровления. После схода снега с полей один из главных представителей Оренбургской степи будет возвращен в природу. Что нужно сделать, чтобы вредных выбросов стало меньше? Сегодня экологическую ситуацию в регионе обсудили на специализированной выставке «Нефть, газ и энерго». Главным итогом стало подписание соглашения по обеспечению экологической безопасности, инициатором которого выступило общество «Газпром добыча Оренбург». Что изменится в ближайшее время и как это скажется на жителях области – подробности в нашем следующем материале. В 16-й раз представители более полусотни ведущих компаний нефтегазовой отрасли собрались на традиционной профессиональной выставке для обмена опытом развития и партнерства. Среди участников – предприятие «Газпром добыча Оренбург» с полувековым стажем работы. Многие годы общество заботится об экологической безопасности в регионе. Создана система комплексного мониторинга атмосферного воздуха. Это автоматизированные посты в 24 населенных пунктах Оренбуржья, 7 передвижных экологических лабораторий, 2 аэрологических поста. На базе предприятий функционирует Центр газовой экологической безопасности, которая в любой момент может определить источник загрязнения воздуха и количество выбросов. Много сделано, но предстоит сделать еще больше. И, конечно, одним нам с этой работой не справиться, поскольку на территории Оренбургской области находятся и другие независимые недры пользователей. И только сообща можно качественно улучшить экологическую обстановку на территории Оренбургской области. Идею создания данного экологического соглашения активно поддерживает и правительство области. Компания очень активно сотрудничает с правительством Оренбургской области. Ежегодно подписываются соглашения о совместном взаимовыгодном партнерстве. И данная компания выделяет определенные денежные средства на благоустройство для детей, для школ, для детских садов. Сегодня важное для региона экологическое соглашение подписали руководители 16 компаний, работающих в сфере добычи, переработки и транспортировки углеводородов. Как отметили участники соглашения, впереди большая работа. В числе основных задач – недопущение аварий, совершенствование технологических процессов, улучшение материально-технической базы экологического оборудования, которое сегодня следит за качеством атмосферного воздуха на территории Оренбуржья. Анонимы Георгий Бурлуцкий, Новости дня. Умные технологии – это легко и просто. Сегодня на 16-й специализированной выставке «Нефть, газ и энерго» специалисты общества «Газпром Межрегион Газ Оренбург» продемонстрировали свою уникальную разработку – шкафной пульт управления котельной. В чем его преимущество, знают наши корреспонденты. Глядя на это устройство небольшого размера, сложно представить, какую важную задачу оно выполняет. Шкафной пульт управления котельной, или сокращенно шпук, может обрабатывать сигналы с датчиков контроля загазованности воздуха, с датчиков технологических защит, а также полностью регулировать котельными в автоматическом режиме. И, что важно, сигнализирует об авариях и передает информацию на диспетчерский пульт. Он представляет собой электронный блок управления, который объединяет в себе управление системами безопасности, системами телеметрии, передачи данных, и системой управления котельных, трехходовыми кранами и так далее. Это устройство разработал Ортеплосервис при поддержке «Регион Газа». Основной частью шкафного пульта являются умные микропроцессоры, которые входят в состав модуля обработки информации. Именно они контролируют состояние датчиков, выдают команды на включение, либо выключение механизмов, а также обеспечивают связь блока с диспетчерским центром. Эту разработку полностью поддерживают в Министерстве экономического развития области. Одной из задач является снижение потребления, как я уже говорил, и повышение волового продукта страны. Что невозможно без того, чтобы мы использовали потребленные энергоресурсы, такие как газ, тепло, вода, энергия. В настоящее время устройство используется на котельных до 360 кВт. Именно такими событиями и запомнилась эта среда. А эфир нашего телеканала продолжит мой коллега Анатолий Юденич. Он познакомит вас с новостями дня из мира спорта. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи на нашем канале. Новый завоз в Мегахенде. Новый завоз – это огромный выбор отличных европейских вещей и полное обновление товаров в торговом зале. Приходи в субботу на новый завоз и купи лучшие бренды по отличным ценам. Торговый дом «Магистр». Проспект Победы, 116, дробь 5, третий этаж. Новый завоз в Мегахенде.